В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Да мне проще штраф заплатить 500 рублей. Типа оплатил платную парку. Автобусы против легковушек. Горавтотранс пытается отстоять свое право на территорию. Медали и знаки времен Великой Отечественной войны. Музей истории УВД Сарова пополнили новые экспонаты. Фильмы, мастер-классы и познавательные занятия. Художественная галерея подготовила программу на каникулы. Далее расскажем обо всем подробно. Владимир Путин пообещал не вводить тотальных ограничений из-за коронавируса. Планов таких нет, заявил он на съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей. По словам президента, врачи уже научились бороться с заболеванием и для этого появились медикаменты. Генеральный путь борьбы – это, конечно, продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальных средств защиты, соблюдение мер предосторожности, предлагаемых специалистами, санитарными врачами. И, конечно, вакцинация. Президент добавил, что вакцинацию надо разворачивать по всей стране, тем более, что скоро зарегистрируют третью российскую вакцину от коронавируса. Этот препарат создан в научном центре имени Чумакова «Ран». В Санкт-Петербурге идут его клинические испытания. Вторая вакцина от COVID-19 – эпилак «Корона», которую разработал новосибирский центр «Вектор», поступит в гражданский оборот в ноябре. Тогда же могут начать массово прививать россиян первой российской вакциной «Спутник В» от центра имени Гамалеи. За последние сутки в России зарегистрировали еще 15 971 случаи заражения, из них 354 в Нижегородской области. В Сарове заболели еще 70 человек. Увеличилось число госпитализаций. 119 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом. Борьба за территорию. Сотрудники МУП «Горавтотранс» устали бороться с сотрудниками в НИЭФ, которые организовали стихийную парковку на автостанции. Водители легковушек игнорируют знаки и мешают проезду автобусов. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Водители автобусов ежедневно выполняют маневры для того, чтобы выехать и заехать на базу. Для них настоящий квест – не задеть другие машины. Автостанция превратилась в парковку для жителей города, куда регулярно заезжают десятки легковушек. «Заполонил личный транспорт сотрудников НИЭФ. Им удобнее. Нет места для парковки, служит для них. И ближайшее место – вот наша территория автостанции, на которой стоят городские автобусы. Создают помехи при выезде с автостанции, при заезде на автостанцию, при подъезде к посадочной территории». Знаки, запрещающие въезд на автостанцию, посторонние игнорируют. Для них она стала своеобразной платной парковкой. Инспекторы ГИБДД периодически штрафуют нарушителей. Но им все равно. Парковка, предусмотренная для сотрудников ядерного центра, переполнена. Поэтому, вопреки правилам, им приходится оставлять свои машины на чужой территории. «Это территория автостанции. Здесь кроме автобусов. Ну и максимум автомобилей сотрудников. Никого не должно быть». По словам начальника ГИБДД, решить проблему можно лишь совместными усилиями. Круглосуточно дежурить на автостанции и штрафовать каждого инспекторы не могут. «Задачу нужно решать в комплексе, и в том числе, и, может быть, средствами технического регулирования каким-то образом. И собственник автомобильных дорог в собственной территории должен, в соответствии с Центральным законом о безопасности дорожного движения, сам организовать дорожные движения на своей территории». Решение проблемы автоинспекторы видят в установке «Шлагбаума». Если руководство Горавтотранса это сделает, въехать на территорию посторонние не смогут. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении НДФЛ до 15% для доходов более 5 миллионов рублей в год. Он предполагает, что ставка вырастет с 1 января 2021 года. Проект был разработан по поручению президента России Владимира Путина. Инициатива направлена на создание дополнительного источника финансирования на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Возможность перевода ЕГЭ в удаленную форму в будущем исключить нельзя. Но пока такой формат не позволяет объективно провести экзамены, обеспечить за ним полный контроль, считают в Рособранадзоре. В 2021 году итоговую аттестацию учеников планируют провести очно в привычном варианте. 68 земельных участков на улице Нижегородской, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, безвозмездно получили в собственность многодетные семьи Сарова. Они вправе распоряжаться территорией по своему усмотрению. Пять участков по различным причинам пока не распределены. В начале ноября пройдет повторная процедура их жеребьевки. В будущем квартале многодетных идет строительство дорожной инфраструктуры. Полностью проект реализуют до конца года. В Нижегородской области в седьмой раз стартовал молодежный проект «Александр Невский. Слава, Духа и Имя России». Чтобы принять участие, необходимо до 10 ноября разместить в группе проекта в социальной сети ВКонтакте свои творческие работы. Видеоролики, мультфильмы, видеорепортажи, авторские песни, поэтические произведения, фотографии, рисунки, плакаты и сочинения. Авторы лучших творческих работ и лучшие координаторы проекта смогут принять участие в пятом межрегиональном молодежном Александр Невском форуме, который традиционно пройдет в городце с 18 по 20 декабря. Временно упрощенный порядок установления или подтверждения инвалидности продлен до 1 марта 2021 года. Его ввели из-за распространения коронавируса в апреле. Ранее установленную инвалидность будут автоматически продлевать на 6 месяцев. Также этот порядок позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в Бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решают без их личного обращения. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что такие меры помогают уменьшить риск заражения коронавирусом, тем более для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и особенно уязвимы перед инфекцией. Председатель правительства сообщил, что такой порядок может стать постоянным и после отмены карантинных ограничений. К другим новостям. Музей истории Саровского УВД пополнился новыми экспонатами. Диана Чугунова передала в дар семейные реликвии – ордена и медали времен Великой Отечественной войны, книгу вылетов, фронтовые фотографии и армейский кортик летчиков ВВС СССР. Все эти вещи хранились в ее семье более 70 лет. Ордена Красной Звезды и Красного Знамени Владимира Ильича Ленина. Медали за боевые заслуги, за победу над Германией, за победу над Японией. Теперь награды участника Великой Отечественной войны полковника Александра Михайловича Чугунова украсят стенды музея УВД. Их принесла сюда невестка Диана Чугунова. Женщина уверена, ордена и награды – часть истории страны. И прятать их дома в шкафу нельзя. В музее этим наградам, я считаю, что это ценные вещи, которые свекор прошел во время войны, и они будут тут сохранены и иметь, как говорится, достойный доход. И людям, которые, может быть, что-то из этого и возьмут себе на вооружение. Чугунова – династия в погонах. Сын Александра Михайловича Виктор Александрович оставил свой след в истории советской авиации. А внук Александр Викторович служил в Саровской полиции. Был начальником отдела оперативно-технических мероприятий. Его медали – 70 лет Вооруженных сил СССР, 200 лет МВД России. Тоже можно увидеть на стендах музея. Мы связали такую связь дед и внук. И передали, вот еще раз, огромное спасибо Диане Леонидовне Чугуновой. Это мама Александра Викторовича, которая передала семейные реликвии сюда к нам в музей. Посмотреть экспозицию в Музей управления внутренних дел может любой желающий. Ей достаточно просто позвонить по телефону 605-81 и записаться на экскурсию. Жители Нижегородской области приглашают принять участие в Международной неделе инвесторов. 19 октября стартовала онлайн-компания «Банка России» по финансовой грамотности в вопросах инвестирования. Официальные сроки недели с 26 октября по 1 ноября, но в этом году они расширены для увеличения аудитории проекта, который с каждым годом набирает популярность и значимость в России. Международная неделя инвесторов пройдет в четвертый раз. Одновременно она состоится почти в 100 странах мира. Организатором просветительских онлайн-занятий выступает Банк России. На вебинарах участники мероприятий познакомятся с основами инвестирования, получат представление об основных инвестиционных продуктах, научатся распознавать мошеннические схемы и защищать свои финансовые права. Мероприятия совершенно бесплатные. Они будут интересны как студентам, так и взрослым, включая граждан пенсионного возраста. Подключиться к мероприятиям можно с ноутбука или компьютера. О речь на занятиях пойдет, об основах грамотного инвестирования и, конечно же, о том, как защитить свои финансовые права. Эксперты Банка России расскажут слушателям об основных видах инвестиций и напомнят о главных правилах разумного инвестирования – не вкладывать все деньги в один финансовый продукт и помнить, что хорошая доходность требует времени постоянно контролировать вложенные средства. Дистанционные занятия продлятся до середины декабря. Чтобы принять в них участие, нужно перейти в соответствующий раздел на сайте проекта, выбрать дату, время мероприятия и зарегистрироваться. Общественный народный фронт направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение компенсировать расходы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека. Инициативу поддержали в Госдуме. На компенсацию планируют потратить около 140 миллиардов рублей в год. В группах канала «16» в социальных сетях мы спросили горожан, поддерживают ли они эту инициативу. Большинство высказалось за вариант «нет», бюджет страны не резиновый, выбрали 8%. Столько же остались безразличны к этому вопросу. Интерактивные занятия, мастер-классы и экскурсии. Каждый день каникул в художественной галерее наполнен познавательными мероприятиями. Сотрудники знакомят детей с творчеством саровских живописцев, учат делать из бумаги зверей и расписывать гипсовые поделки. Подробности смотрите в следующем репортаже. Каникулярный день в художественной галерее начинается в 10 утра. В это время сотрудники проводят для детей экскурсии по выставкам и познавательные занятия. Они посвящены изобразительному искусству, разным техническим материалам, разным инструментам художников. Мы знакомимся и с натюрмортом, мы знакомимся с волшебным карандашом, которым можно работать разнообразно, интересно, в разных техниках. Все занятия проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. На киносеанс пустят 44 человека. На экскурсиях и мастер-классах могут присутствовать не больше пяти детей. На творческих мастер-классах ребята будут делать тематические сувениры. Это и осенние котики, и осенний головной убор, и дары осени. Тоже очень разные техники. То есть мы с детьми занимаемся и бумагопластикой, и пластилинографией. Они и клеют, и вырезают. Знакомиться с программой «Каникул» можно на официальных страницах художественной галереи ВКонтакте и Фейсбук. У каждого мероприятия свой возрастной сенс. Записаться на занятия можно по телефону 702-87 и 664-09. Этой осенью учеба у детей опять плавно переходит в онлайн-формат. Под новые реалии приходится подстраиваться школьникам, родителям и учителям. Педагогам дополнительного образования также приходится придумывать, как учить детей лепить, рисовать или шить через экраны монитора. Как в этой ситуации развивается объединение шашек Дворца детского творчества и каких успехов достигли юные шашисты на онлайн-турнирах, расскажем далее. Снова в Zoom. Едва успев начать занятия, ребята из объединения шашки Дворца детского творчества опять уходят в онлайн. Из-за второй волны COVID-19 в Министерстве образования Нижегородской области объявили внеочередные каникулы, заодно поставив жесткие условия и учреждением дополнительного образования. Двери закрыть, а все занятия проводить только в дистанционном формате. Так что вместо привычной игры тет-а-тет, пока дети разыгрывают виртуальные баталии, общаясь с наставником в режиме видеоконференции. В нашем объединении ребята занимаются на удаленке через игровые платформы Play.org, Lead Drafts, Gambler. И также занятия проводим в Zoom и по Skype. Это, конечно, не очень удобно. Онлайн занятия по сравнению с очными, конечно же, проигрывают. Когда есть личное общение, намного лучше и интереснее занятия проходят. Впрочем, не все так плохо. Несмотря на ограничения, объединение шашки продолжает полноценную работу. И хотя за окном глубокая осень, а приемная кампания вроде бы позади, во дворце всегда рада новым воспитанникам. Все необходимые информации можно получить на специальном портале, который в этом году запустили во всех регионах страны. В принципе, набор уже закончился, но те ребята, которые хотят заниматься во дворце пионеров, могут прийти с родителями, записаться. Потому что есть ребята, которые выбывают из наших рядов по определенным причинам. И вместо них мы набираем новых воспитанников. Воспитанники Олега Васенькина – неоднократные призеры городских, областных и всероссийских соревнований. Ребята давно распробовали вкус побед. И даже сейчас, в условиях, когда полноценные состязания пришлось отложить до лучших времен, стараются поддерживать формы, которые им еще обязательно понадобятся. Надо только немного подождать. Обязательно мы готовимся к этим турнирам и к первенству Нижегородской области среди школьников. Оно должно пройти в январе уже следующего года. Мы готовим команду гимназии на всероссийские соревнования «Чудо-шашки». В этом году мы должны были поехать, но по независимым от нас обстоятельствам, к сожалению, команда не поехала. Но мы держим эти соревнования в уме и обязательно к ним готовимся. Ограничительные меры в системе образования будут действовать до 4 ноября. Как будут развиваться события дальше, пока предсказать невозможно. Коронавирус в очередной раз спутал все планы, поставив людей в уязвимое положение, из которого надо как-то выходить. Прямо как в настоящих шашках. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!